Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Более 12 миллионов рублей будет направлено на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в Ненецком автономном округе. В условиях, введенных в отношении России западных санкций, источником финансирования станет резервный фонд правительства. Стройкам быть на производственной линии завода строительных конструкций Заполярье используются только отечественные материалы. Строительство жилья и социальных объектов в округе будет продолжено в соответствии с планом. Неоправданный потребительский ажиотаж на сахаре и соль в Ненецком округе постепенно уходит. Почему не стоит бояться дефицита на эти и другие продукты питания в стране, расскажем сегодня. В регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 7 случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших жителей Наринмара и поселка Искателей коронавирус выявлен у двух детей. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 115 человек. Еще у 10 пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммунно-ферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 125 человек. Из них стационарное лечение получают 5 пациентов, амбулаторное – 120. В регионе зарегистрировано 97 летальных исходов от коронавируса. Более 12 миллионов рублей будет направлено на поддержку рынка труда и предупреждения безработицы в Ненинском автономном округе в условиях, введенных в отношении России западных санкций. Источником финансирования станет резервный фонд правительства. Направление средств целевое. Об этом шла речь на оперативном совещании главы региона с руководителями органов государственной власти в режиме ВКС. Выделенные региону средства, а это 10 миллионов 656 тысяч рублей, пойдут на создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы. Ещё 2 миллиона 240 тысяч рублей межбюджетных трансфертов получит округ на то, чтобы сотрудники промышленных предприятий, находящиеся под риском увольнения, смогли пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненинского округа Елена Левина проинформировала главу региона о том, что в настоящее время ведомство ведёт работу с Министерством труда Российской Федерации по принятию необходимых нормативных актов внутри субъекта и заключению соглашений. В свою очередь Юрий Бездудный отметил, что полученные средства необходимо максимально использовать в интересах людей. Распоряжение распределения средств с субъектом Российской Федерации подписал 18 марта председатель правительства Михаил Мишустин. Накануне на заседании правительства премьер-министр сказал, что это лишь часть меры, которые правительство готовит по поддержке занятости. По-прежнему в центре внимания региональной власти остаются вопросы экологической безопасности в регионе. Накануне появилась информация о возможном нарушении технического состояния трубопровода в районе месторождения Южная Хольчую. Губернатор округа в этой связи поручил руководителю профильного департамента оперативно выяснить, насколько достоверна эта информация. Альберт Чебдаров на совещании эту информацию подтвердил. Это явление связано с тем, что в некоторых местах грунт у нас неустойчив, это и связано с вечной мерзлотой и с цикличными сезонными явлениями. Данная информация направлена в Ростехнадзор и Росприроднадзор совместно. В ближайшее время, осуществляем выезд на место, и специалисты Ростехнадзора определят уже меры реагирования по этой ситуации. Компания также уведомлена и заверяет о том, что угрозы экологические на текущий момент никакой нет, но также оперативно проведет работу по устранению этих недоработок. Глава региона поручил профильному ведомству направить в район месторождения рабочую группу специалистов, которая на месте должна оценить ситуацию. Еще один тревожный сигнал поступил от жителей Колгуева, которые пожаловались на несанкционированную свалку, устроенную на острове акционерным обществом «Артикнефть» около Песчано-Озерского нефтегазоконденсатного месторождения. Речь об этом шла в ходе еженедельного оперативного совещания губернатора НАУ Юрия Бездудного. Эту информацию мы, так как это землясельхозназначение, предназначенное для ведения оленеводства, оперативно отреагировали и направили в Россельхознадзор. И Россельхознадзор возбудил административное производство и сейчас проводит расследование для определения круга виновных лиц. Глава региона полагает, что уже давно назрела необходимость серьезной проверки этого недропользователя, в том числе и с точки зрения соблюдения экологических норм. Юрий Бездудный дал соответствующее поручение профильному ведомству. Елизавета Кабанова, Алексей Орлов, Телеканал «Север». Главы муниципальных образований собрались на Ринмаре на учебный семинар. Ежегодно дискуссионная площадка объединяет представителей всех ветвей власти и руководителей сельских поселений для обсуждения и решения актуальных для отдаленных населенных пунктов округа вопросов. В первый день семинара главы обсудят подготовку к избирательной кампании 2022 года, профилактику правонарушений, пожарную безопасность и безопасность наводных объектов, деятельность ТОСов и другие вопросы. Завершится семинар 24 марта. Учебно-консультационный семинар для глав муниципальных образований Ненецкого автономного округа проводится ежегодно Департаментом внутренней политики. Его главная цель – повышение эффективности управления муниципалитетами, оказание главам муниципальных образований консультативной и методической помощи. От чертежа до объекта. На заводе строительных конструкций Заполярье ежедневно производят детали для возведения зданий. Целые династии мастеров трудятся на предприятии, которые развиваются в ногу со временем. В производстве используются только отечественные материалы, поэтому никакие западные санкции заводу не страшны. Подробности в нашем следующем сюжете. Обработка материалов для дальнейшего создания опалубки. Андрей Порядин работает в столярном цехе на одном из первоначальных этапов создания железобетонных изделий. Именно он воплощает чертеж на бумаге в настоящую объемную конструкцию. Начинается с того, что приносит проект. Мы смотрим, потом уже строгаем доски, пилим фанеру и собираем опалубку, проемы и опалубку. Далее с готовыми формами работают уже в производственном цехе. Всего на предприятии трудится более 80 человек. Здесь нет случайных людей. Кто-то еще в детстве мечтал стать инженером. Другие пошли по стопам родителей. Моя мама, Кожаная Галина Константиновна, я отработала всю жизнь здесь, на этом заводе. Тогда это был СМУ. Она в 1978 году пришла, стукатурным маляром. В 2014 году ушла на пенсию уже здесь, мастером бетонно-расторного узла. Я сам молодым пацаном после ГОКа сюда пришел, электросварщиком. Сейчас Дмитрий – заместитель генерального директора по производству. И в его обязанности входит контроль за всеми этапами создания железобетонных конструкций. Завод идет в ногу со временем. Специалисты повышают свою квалификацию и выходят на новый уровень производства. Нужно отметить, что весь производственный цикл замкнут на отечественных материалах. Поэтому западные санкции на строительство жилья и социальных объектов в регионе не повлияют. Основные материалы – это щебень, отсев, который у нас везется из Карелии. Это цемент, который везется из Воркуты. И арматура, которая идет в Челябинске. Ну и, соответственно, песок. Песок, слава богу, он местный, с карьеров. Все эти материалы закупаются у нас в летний период. Для того, чтобы завод не зависел от северного потока. И наш завод мог работать круглогодично, выполнять поставленные задачи. Помимо производства железобетонных конструкций для строительных объектов, предприятие занимается непосредственно строительством. В планах построить физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке, искателей и 40 тысяч квадратных метров жилья в лесозаводском микрорайоне. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Сахар есть. Уже в эти выходные 60 тонн сахарного песка доставят в регион. Далее товар направят в торговые сети и местным производителям. Тему продолжит Наталья Дуркина. Рафинат, тростниковый сахар, а также сахарный песок – многообразие выбора представляют торговые сети нашего региона. По словам заведующей магазина «Кристалл» и «Дышбанниковой», сахар в торговой точке не заканчивался. Как получается? Сахар у нас все время в наличии есть. Сколько магазин работает, столько сахара есть. Я имею в виду сахар «Рафинат». Сахарный песок бывает заканчивается, ну разбирают его. Ну мы же не можем тут прямо целыми днями фасовать этот сахарный песок. Ну тут был вот какой-то всплеск, сейчас уже такого особого всплеска нету. Вот он, пожалуйста, нафасован, лежит в корзиночке. Откуда пошел необоснованный ажиотаж на сахарный песок? Сахар – это биржевой товар, и на какой-то момент времени биржа приостановила свою работу. Поползли слухи, якобы сахарный песок исчез с оптовых баз. Начался ажиотаж среди населения, и не только в нашем регионе. В ряде субъектов России усугубили положение дел вокруг сахара спекулянты, которые закупали его впрок с целью последующей перепродажи. В Ненецком округе же население начало скупать все дешевые позиции сахара. Понимая, что более дешевые позиции начинают из наших торговых сетей выбывать, мы озаботились этой проблемой и нашли Ульяновский сахарный завод, который, в принципе, обеспечивает Северо-Запад и Республику Коми, Ненецкий французский округ сахара. Это такой крупный производитель, и он через торговые организации осуществляет поставки, отгрузку на Усинск, на Уфту, то есть как там придется. Мы вышли на связь с этим заводом. Юрий Васильевич, губернатор округа, набрал губернатору Ульяновской области. После их беседы нам была согласована и выделена квота с этого завода. Акционерное общество мясопродукты законтрактовало услуги по перевозке сахарного песка с местным предпринимателем. 20 марта фура отправилась в Ульяновскую область. В ближайшее время будет осуществляться погрузка, и к выходным 64 тонны сахарного песка прибудут в округ. Мы этот сахар распределим по нашим торговым сетям. Часть продадим в хлебозавод для того, чтобы не допустить увеличения роста цен на выпечку, но и во все торговые сети. Также развезем по поселкам, там, где у нас будут запросы со стороны предпринимателей, которые торгуют на селе. В целом с сахаром мы проблем решим. Это нам закроет потребность на несколько месяцев вперед. Надеемся, эти запасы, которые у жителей будут сформированы, позволят им забыть о потребности сахаря на гораздо более долгий период. Похожий сценарий разворачивается и с солью. Покупатели буквально сметают магазинные полки, затариваясь впрок. Хочу всех заверить, что соль производится в стране в достаточном объеме. Есть много производителей, мы ее не импортируем практически, за исключением каких-то премиальных видов. Поэтому ажиотажный спрос может привести к такой же ситуации, которая сложилась с сахаром. То есть не рекомендуется сейчас бросаться. Это просто вынудит торговые сети увеличивать цену, оптовикам увеличивать цену, усложнить логистику и в целом дестабилизировать рыночную ситуацию. Поэтому вполне возможно, мы так же, как и по сахару, будем рекомендовать торговым сетям ввести нормированную выдачу товара. Что касается цен на товары из продуктовой корзины, то за ними осуществляется серьезный контроль. Безусловно, рост цен наблюдается. Мы понимаем, что ситуация нетипичная. И особенно это касается тех позиций, которые мы завозим из-за рубежа. Крупные международные компании также свои ценники повышают. Это объективно, мы понимаем, что это курсовая разница, во-первых. Во-вторых, режим санкций. Таким образом, на нас пытаются повлиять. Но в этой ситуации, я думаю, в ближайшее время ситуация нормализуется, когда отечественный рынок переориентируется на внутренних производителей, когда логистические цепочки все выстроятся. Цена стабилизируется, нормализируется, когда мы уйдем от ажиотажного спроса. Напомню, по словам руководителя Департамента природных ресурсов Альберта Чебдарова, запасов товаров первой необходимости в торговых сетях в регионе в среднем хватает на срок до 120 дней. Наталья Ядуркина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Сказкотерапия и куклотерапия, телесные и другие практики. 21 марта в Денинском округе стартовала психологическая конференция «Полярный круг». На протяжении нескольких дней специалисты со всей России будут проводить различные мастер-классы и семинары. Подробности далее. Идея провести конференцию по психологии появилась у уроженки Наринмары Ларисы Борисовой. За «Полярным кругом» она написала не одну психологическую сказку, которые стали востребованы не только внутри страны, но и за ее пределами. У психологов есть четкое понятие необходимости в супервизиях. Потому что, чтобы не заходить в какие-то тупиковые ситуации, для того, чтобы мы друг друга в профессиональном сообществе могли направлять, помогать, видеть взгляд со стороны, это очень важно. Москва, Саратов, Екатеринбург, Краснодар и Тамбов. Список приглашенных специалистов весьма обширный. Семинары по детской психологии, мастер-класс по работе с особыми детьми и даже площадки для бизнеса. Этот проект был реализован благодаря грантовой поддержке из окружного бюджета. Сам проект действительно очень успешен, очень интересен для нашего региона. Это действительно психологи очень сильные, которые приезжают к нам на территорию и проводят работу здесь, в том числе с людьми, которым это требуется, с группами людей. С полной программой конференции по психологии можно ознакомиться на странице Ларисы Борисовой в социальной сети ВКонтакте. Перед посещением площадок конференции необходима предварительная запись по номеру телефона, который вы видите на своем экране. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Весенние каникулы – самое время для проведения книжных именин. В Ненецком округе стартовала неделя детской книги. Этому мероприятию уже более 70 лет. Впервые она прошла в 1943 году по инициативе писателя Льва Кассиля. Стартовала неделя детской книги 21 марта. В Ненецкой центральной библиотеке имени Печкова прошел литературный час «Дружат сказки всех народов», на котором ребята познакомились с народными сказками. Каждый год программа проведения мероприятия разная. В этом году она проходит под девизом «Зовет нас книжная страна». В среду ждет всех ребят литературная лотерея «Везунчик» называется, на которой можно будет получить приз. Кому повезет, конечно же, а кому не повезет, те постараются проверить свои знания, угадав писателя по портрету или литературного героя по описанию. В четверг мы всех приглашаем на литературное кафе, где будем угощать новые книги. Там возраст немножко постарше, ребята 10+, потому что книжки подобраны для старшего и среднего возраста. Я думаю, что в четверг очень активно должны откликнуться ребята среднего звена, потому что новых авторов очень много у нас в библиотеке. В завершении недели детской книги состоится библиофреш «Прочитай, не пожалеешь», который пройдет в субботу 26 марта. Рокировка, шах и мат. В понедельник в школе номер один стартовал региональный шахматный турнир «Рост дети». За первенство боролись учащиеся всех школ города Наринмара. Шахматный турнир проходит в «Точке роста» на базе первой школы уже второй год. Инициатором проведения таких соревнований для школьников стал Степан Михайлов. Идея пришла, когда в ряде школ города появились современные обучающие платформы для школьников, так называемые «Точки роста». Ну вот думали сделать что-нибудь такое уникальное. И вот решили провести турнир пока между точками роста в школах. А в этом году уже между школами. То есть у меня зависимость. Соревнования продлятся три дня и пройдут в несколько туров. В них принимают участие более 40 школьников с 1 по 11 классы. Ребята соревнуются в пяти возрастных категориях. До девяти лет, до 11, до 13, до 15, до 18. Пять возрастных категорий. Мальчики, девочки объединены, играют вместе. Соревнования проходят в один день, да? Нет. Как минимум три дня будут проводиться, потому что мы в один день не успеем провести все туры. Побороться за звание гроссмейстера будут ребята всех школ города. Кирилл Подольский, ученик школы номер 4, участвует в турнире второй раз. В прошлом году он одержал победу. В этих соревнованиях позиции сдавать не собирается. Шахматами школьник занимается давно. Да, занимаюсь уже около четырех лет, может даже пять. Пятый год уже идет. Играю в шахматы, занимаюсь, хожу к тренерам, развиваюсь. Кирилл, как бывало шахматист, искренне переживает за развитие данного вида спорта в Наринмаре. Этот турнир для него имеет большое значение. Участвую второй год уже в этих соревнованиях. Очень приятная атмосфера здесь. Очень приятно то, что шахматы развиваются в Наринмаре. И то, что устраивают такие турниры для детей. Школьники имеют разный опыт участия в подобных соревнованиях. Одни пришли побороться в первый раз, у других за плечами несколько шахматных турниров. Всех объединяет любовь к шахматам и стремление к победе. Михаил Пластинин из школы номер 1 неоднократно принимал участие в соревнованиях. Говорит, это его пятый турнир. Шахматами увлекаются с первого класса. На вопрос, почему именно шахматы, отвечает. Ну, меня это просто как увлекло. Ну, это вполне интересно, играть в шахматы. Главное понять принцип. Главное понять принцип. Наверное, это и помогало Михаилу не единожды занимать призовые места. В его копилке наград есть бронза, серебро и золото в различных шахматных турнирах. Свои силы школьник оценивает объективно. Ну, сейчас я одну партию победил. Надеюсь, конечно, на большее, но как получится. Напомним, что 24 марта состоится официальное закрытие турнира и награждение победителей соревнований. Анастасия Евтыса, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.